Дорогие друзья, добрый день. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня» в Якутске 16 часов 15 минут. И для вас версия радио, версия и телевизионная версия, и слушатели, и зрители. Мы рады вашему вниманию. И в этом части для вас режиссеры Айдын, Слепцов, Мария Новгородова. У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова. А в нашей студии сегодня гостья. Заместитель директора по психологической работе Республиканского психологического центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи Октябрина Туприна Октябрина Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы нашли время сегодня прийти в нашу студию. Я думаю, разговор будет интересным, потому что для меня психология – это всегда актуально, важно и востребовано. И думаю, таких людей, как я, много. Начать я хочу с вопроса о вашем центре. Дело в том, что я знаю, что центр работает уже не первый год и далеко не первый год, но есть в нашем городе, в нашей республике люди, которые о нем вообще ничего не слышали. Как такое могло произойти? И давайте это сегодня исправим. Да, наш центр я создавала. Ну, это, в общем, была моя личная инициатива. Так получилось 21 год тому назад. И был клуб «Золотая молодежь». Я тогда работала в университете. И с помощью этих ребят мы стали продвигать идею создания психологического центра. И тогда был министр Якомин Николай Викторович. Вот он, собственно говоря, дал нам зеленую дорогу. Он отправил меня учиться с моей коллегой. И потихоньку, шаг за шагом мы, в общем, за три года создали этот центр. И за эти три года было много чего. Я бесплатно работала. Мне сказали, покажи свою работу. Ну, и вот я стала показывать. Но с тех пор прошло, как в кино говорят, 21 год. И вот теперь, через столько лет, я в прошлом году вернулась в этот центр в качестве заместителя директора. Директором у нас работает Владимир Борисович Скрябин. Человек, которого я, наверное, с гордостью могу сказать, что это продукт моего влияния. Это мой ученик. И как-то логично, наверное, что он как раз был из тех первых ребят, которые были вот тогда в клубе. И вот сейчас я хочу сказать, что мы вот... Почему о нем не слышат? Не слышали очень многие люди. Это, конечно, наверное, вопрос скорее не ко мне. И те люди, которые могли бы ответить, их сейчас в этой студии нет. Я думаю, что, возможно, вы как-нибудь об этом узнаете. Но сейчас мы вот на сегодняшний день работаем над тем, чтобы создавать на базе нашего центра компетенции. Это не означает, что там будут какие-то юридические преобразования. Мы хотели бы больше заниматься методическим ростом психологов. Потому что в обществе очень многие думают, что психологи, они все-все-все знают. На самом деле это далеко не так. Психолог, да? Да, и психологическая практика, она же в Россию-то пришла всего 30 лет тому назад. То есть те специалисты, которые до этого были, в основном это, естественно, были теоретики. Это были экспериментаторы, это были научные работники. Такой массовой профессией психология стала вот как раз 30 лет тому назад. И психологическая практика к нам пришла из Запада. Мы находимся на этапе, скорее всего, становления психологической практики у нас в стране. Если брать с точки зрения социальной психологии, что происходило в нашей стране и почему мы нужны как профессионалы. Потому что могу сказать, может быть, даже кому-то покажется, что я издалека говорю. Когда я только начала работать, практиковать, я всегда с удивлением, как-то анализ меня всегда приводил к тому, что в этой семье есть какая-то травма. И постепенно, через уже годы практики, я стала понимать, что вот как раз поколенческие травмы, которому подвергалось население нашей страны наверняка с очень давних времен, оно у нас накопилось. И совершенно естественно, что когда появились какие-то экономические предпосылки в нашей стране, стала развиваться именно практическая психология. Спасибо. Вы сказали, вот вы какое-то время работали без оплаты, да? Я думаю, что это вот такой хороший тест для себя. Если ты можешь делать вот это дело без оплаты, это точно про твое предназначение. Еще почему я удивлена, что о центре мало кто знает, потому что я знаю, что в нем можно получить бесплатную помощь для определенных категорий граждан, для молодежи, для молодых семей. И странно, что об этом мало кто знает. Вот, допустим, когда ребенку нужно выбрать какую-то профессию, куда поступать, я знаю, что в вашем центре могут помочь протестировать, какие способности сделать это бесплатно, потому что это выпускник школы. Да, у нас до недавнего времени очень многие услуги были абсолютно бесплатными. Да, но вы сейчас знаете, что есть проблемы с бюджетами и прочее, и мы тоже должны сейчас зарабатывать. Да, но не в плане того, что мы это кому-то там отдаем. Это, в общем-то, знаете, есть такой интересный очень феномен в психологической работе. Очень многие люди, когда они оплачивают, они не ценят эту работу. Да, но я немного отвлеклась, хочу сказать, что у нас действительно для одиноких мам, для семей, в которых есть маленькие дети, для людей старшего возраста, пенсионеров, услуги бесплатные. Поэтому есть категория бесплатных услуг, есть платные услуги. Поэтому совершенно спокойно можно к нам записаться. Когда услуга оказана бесплатно, что может являться балансом для организации, для психолога, как вы балансируете ситуацию? Что для вас, отзывы или как-то обратная связь человека или какие-то другие более высокие материи? Ну, мы, наверное, все-таки понимаем, что наша работа, вот психологическая работа, это все-таки относится к глубинной работе по гуманизации общества. То, чего нам не хватало. Мы вообще-то живем же в постсоветской стране, да, и можно как угодно относиться к истории нашей страны, но то, что в нашей культуре все-таки есть очень глубокие гуманные ценности. И вот если исходить из этого, то, естественно, одними из самых важных критериев, когда специалист получает глубокое чувство удовлетворенности, что человек от нас ушел с каким-то очень хорошим позитивным запалом на то, чтобы дальше продолжать свою беспокойную жизнь, но при этом уже что-то поняв, что-то осознав, да, понимая, что эта работа над собой — это очень важная часть жизни человека. И что, по сути дела, взросление, такое психологическое взросление, он определяет вообще-то успешность, неуспешность человека в этой жизни. И поэтому, естественно, и моральная удовлетворенность, и хорошие отзывы, естественно, да, и когда люди, наверное, один из самых важных критериев, когда человек, который получил качественную услугу, когда он рекомендует эту работу другим уже своими или знакомым, или близким, это, я думаю, что очень важный фактор. — Я с вами познакомилась очень давно, в прошлом веке точно, да, мы знакомы с вами. И как раз я была у вас на одном из тренингов, который тоже был без оплаты. Я к вопросу того, что если человек не заплатил, он не берет, не ценит. Я, наоборот, это запомнила, и я запомнила ваши слова, которые вы мне тогда сказали, там как-то было много людей, вот по чуть-чуть совсем регламент временной соблюдался. Но я запомнила их, но поняла я, о чем вы мне говорили, гораздо позже, через много лет. Вот, и у меня есть благодарность все равно за тот опыт, за тот опыт посещения на группе, когда много людей, и ты можешь проявиться какими-то своими вот такими очень личными вещами, и найти поддержку среди людей, и увидеть вот какое-то отражение своих травм в других. Вот этот опыт, он начался с вас у меня. — Спасибо, мне очень приятно это слушать, через столько лет, да? — Через, да, через столько лет, и вот буквально недавно, я это тоже воплотила в жизни. У нас в Якутске есть группа людей, которые приходят, мы просто помогаем друг другу, как волонтерский такой проект. И с помощью вот таких методик в психологии мы находим травмы друг друга. и то, что я получаю в ответ, эту реакцию, это, конечно, меня заставляет задуматься о том, что вообще практически всем людям нужна такая помощь, такая поддержка. И меня иногда расстраивает тот вопрос, что не всегда ее можно получить качественно и по доступной цене. Вот, допустим, мне кажется, было бы хорошей идеей, если бы в поликлиниках были психологи, потому что сейчас даже сами врачи говорят, как с каким-то симптомом приходишь, заболевание, да, тебе ставят там диагноз, они говорят, вы сначала проработайте психосоматику, или там в параллель проработайте, потому что важно понять, почему вообще эту болезнь вы пригласили в свою жизнь. И было бы очень удобно, если бы здесь также находился еще и психолог, куда-то человек мог прийти и рассмотреть свою ситуацию, свою болезнь со всех сторон. Потому что иногда вот какого-то инсайта, почему вот это произошло, да, почему ты действительно притянул такую ситуацию, такой болезни, она, это ресурсно очень. И человек как будто бы получает какой-то импульс к выздоровлению дополнительный, когда раскрываются глаза. То, что вы говорите, этот подход в последнее время действительно стал достаточно сильно распространяться в России, психосоматический подход, да, в лечении. Но вот в России, к сожалению, пока у нас нет вообще закона о психологической работе, он очень долго готовится, очень много идут дискуссии по поводу проекта закона. Но я думаю, что это будет, ну, долгая история, да. Но тем временем, почему вот мы говорим, что нам нужен центр компетенции, потому что именно для того, чтобы мы пока суть додела, пока этот закон прорабатывается, а мы пока на своем уровне по-хорошему должны вот эти наладить наши горизонтальные связи, да, между ведомствами, и мы могли бы методически обучать друг друга. И вот тогда вполне возможно, что вот ваша мечта, о которой вы говорите, чтобы люди могли получить качественную услугу, это может осуществиться. Почему нет, да? И, но вот единственное, что могу сказать, что становление психологической практики в России, она все равно идет совершенно по иным законам, чем в других странах. И у нас все-таки психологическая практика, качество психологической практики мало изучается. Вот я, например, отношусь к одним из первопроходцев психологической практики, и, к сожалению, многие мои коллеги ушли из профессии, не выдержав трудностей роста, да, или, к сожалению, часть людей, на которых я могла бы и хотела бы опираться в своей жизни вот психологической практике, они, к сожалению, ушли из жизни. И поэтому сейчас у нас на рынке психологических услуг появилось много других психологов, да, и, конечно, каждый клиент, по идее, ну, выбирает своих. Но при этом, поскольку это все-таки проблема роста, то у нас есть детские болезни роста, да, вот как человеческий организм, когда растет, он же болеет в каких-то вещах. Точно такие же процессы происходят и в психологической среде. Очень с вами согласна. О том, как правильно выбрать себе психолога, и о том, какие вопросы наиболее чаще волнуют социум, мы поговорим очень скоро, буквально через две минуты после рекламы, на которую сейчас прервемся. Слушатели и зрители, пожалуйста, нас не теряйте. Слушатели и зрители, мы снова в прямом эфире. Вашему вниманию программа «Якутск сегодня» в нашей студии гость, психолог Октябрина Туприна. Она заместитель директора по психологической работе Республиканского психологического центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Мы говорим о том, насколько сейчас востребована услуга центра в нашем городе, в нашей республике, ну и вообще в обществе. И я думаю, один из важных вопросов – это тот, как правильно выбрать себе психолога, на что нужно обратить внимание. Кто-то советует выбирать центром души. Вот есть у тебя отклик на человека, на то, как он говорит. Кто-то говорит, что обязательно нужно все равно просмотреть, где он учился. Кто-то считает, что нужно просто идти, пробовать, человек тебе помог, какая разница, где он, чему учился. Если помог, значит, я к нему еще раз приду и своих друзей приведу. Как вы думаете? Ну, я думаю, что все эти три подхода, о которых вы говорите, они, в общем-то, их можно всех вместе собрать. Если, допустим, есть определенная категория людей, которые не доверяют, допустим, уровню образованности специалиста, в этом случае, конечно, лучше выспросить, да, что человек закончил, когда, какую получил квалификацию. Ну, как правило, такие вещи, они всегда разрешиваются, обычные, да. У частно практикующих психологов, вот я 14 лет занималась этим, и все это вывешивается для того, чтобы человек все это знал. Это первое. Но, во-вторых, конечно, надо все-таки слушать себя. Если вам, вы испытываете доверие к этому специалисту, ну, вот смело идите, и это, как правило, первая консультация у многих психологов бывает бесплатной, да, для того, чтобы вот как раз дать возможность... Разошло знакомство. Да, чтобы человек познакомился и понял. Есть люди, которые этот вопрос решают по-разному, да, кто-то сразу берет оплату, кто-то берет полоплаты, да, ну, то есть это по-разному. В нашем же, в нашем центре такая консультация, естественно, происходит бесплатно, да, и только после того, как психолог оценил состояние этого человека, его проблем, с чем он пришел, да, и он выработал гипотезу о том, как надо работать, только после этого определяется... Ну, у нас, еще раз говорю, что практически все услуги до этого момента, они шли на бесплатной основе, да. У нас есть платные услуги, но они не в приоритете. Вот так можно так сказать. Поэтому, я думаю, смело можно обращаться. Конечно, у нас работают специалисты разных уровней. Есть молодые специалисты начинающие, да, есть специалисты, у которых уже достаточно солидная практика в районе 10 лет, да, есть специалисты и более старшего возраста. То есть в целом человек может найти себе специалиста. И самое главное, мы вот с моим приходом стали, ну, ставим, скажем так, на грамотную основу супервизию, да, то есть это, что это такое? Это когда специалист анализирует, у него есть возможность анализировать свою работу. И вообще считается, что на самом деле специалист, который консультирует, он сам должен постоянно анализировать свою личность. Это очень большая еще, вот, ну, еще один показатель грамотности специалисты, да. Я уверена, что это очень важно, потому что некоторые психологи же, они, ну, вроде как и не нуждаются ни в какую помощь, ни в какой супервизии, да. И то есть они абсолютно, ну, такие, я дока, и все, да, и никак себя не прорабатывают. А получается же, что тогда они прорабатывают себя через своих клиентов. И еще вот про встречи психолога и клиента я хотела поговорить о том, вот как вы работаете с теми людьми, которые скептики, да, абсолютно, вот они просто пришли, чтобы, допустим, взять еще одно подтверждение, то, что им помочь нельзя. И часто ли в вашей практике такие люди бывают? И насколько они, например, начинают думать по-другому после вашей встречи? Или же это тот человек, которому, в принципе, помощь не нужна, и консультацию можно закончить очень быстро? Ну, могу сказать, что сейчас на данном этапе жизни у меня таких клиентов нет. Но на каком-то этапе, да, они, конечно, были, и скептики есть всегда, но очень даже тот же самый скептик, который пришел к психологу тратить свое время, а если он еще оплатил и деньги, да, то, скорее всего, это бывает человек, у которого есть скрытый мотив, он нуждается на самом деле, но при этом он, может быть, даже стесняется об этом говорить, да. Ну, это своего рода такой, знаете, перенос на специалиста своих проблем с родителями, да. И часто бывает, вот психолог выполняет роль родителя, фасилитатора, то есть посредника между разными группами людей. Ну, и так далее. Там очень много ролей бывает во время консультирования. И поэтому с этой точки зрения, вот тот клиент, который пришел со скепсисом, наверняка все-таки это вызов для специалиста, для того, чтобы не отпустить его с каким-то негативом. Ну, пришел меня этого, уйдя отсюда, да, или все-таки попытаться с ним проработать и показать настоящую заинтересованность. Потому что в нашей культуре, очень, поскольку в нашей культуре, российской я имею в виду культуре, где было очень много травм, насилия, травм, да, вот это социальное насилие, которому происходили войны, революции и голод, и разного рода другие истории такие сложные, да, то, естественно, это отражается вот на нынешнем состоянии, как ни странно, поколений, которые как будто бы его не перенесли, но они, вот есть такое понятие, как генетическая память, да, и вот в этой самой генетической памяти сохраняются вот эти травмы. И поэтому недоверие и некая озлобленность идет еще оттуда. И поэтому вот то, о чем я говорила в самом начале, все-таки наша профессия, она предполагает очень высокую гуманистичность, и поэтому специалист сам все время должен расти как личность, как человек. И все, что в нас вот заложено, лучшее в нас от природы, мы, по идее, основываясь на этом, должны взращивать. Это не означает, что мы не устаем, это не означает, что мы тоже не злимся, да, или там уходим. У многих существуют стереотипы, что психологи – это такие приятные, хорошие люди, всегда на позитиве, да. Это, конечно, стереотип. Мы живые люди, мы ниоткуда не взялись, мы отсюда, и поэтому у нас есть все те сложности, которые испытывают люди, мы знакомы с этим. Но все-таки специальная подготовка, которую человек проходит, а самое главное – это мотивация. Когда ты, ну, по каким-то причинам ты хочешь оказать услуги. Есть, конечно, психологи, которые самоутверждаются на своих клиентах. Есть такая проблема, потому что вообще профессии, помогающие, во многих помогающих профессиях люди страдают так называемым нартицизмом, да, такое некое, может быть, даже какое-то самолюбование, самоутверждение какое-то, да. Это вот отдельная такая проблема. Но, наверное, мы сегодня и будем об этом говорить. У нас есть звонок. Да, телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Хангалатского луса. Как вас зовут? Семенов. У меня вот такой психология – это, дословно по-русски, это изучение души человека, да? И, ну, так как мы были сотворены, человек ищет своего Творца. И в Библии Священное Писание пишет об этом. И надо людям помочь найти так, как учил Иисус Христос, что я есть путь истина. Вот в чем заключается изучение психологии. То есть изучение души человека. Человек ищет со своего Творца. Спасибо вам большое за ваше мнение. Извините, что перебиваю. У нас просто совсем немного времени остается до следующего ухода на рекламу. Мы как раз за кадром говорили, да, что одной из основных целей психологии, вы сказали, я с вами согласна, это путь к себе, да? Это вот найти себя, узнать себя, разрешить себе все чувства. Вот не как бы идти за стереотипами, да, что-то свое для себя, понимать, что для тебя важно. И вот как раз об отсутствии еще стереотипов и стереотипного поведения именно вот в работе психолога мне бы хотелось об этом еще поговорить, потому что, мне кажется, наоборот, интересно, когда есть один грубый, например, психолог, да, злой, другой есть добрый, да, и пусть какой-то человек себе, кого-то надо прямо вот огреть, да, чтобы вот он понял, а кого-то… Вот про границы, про соблюдение границ, насколько они важны в работе психолога, потому что, мне кажется, удачная метафора – это про… А, нет, у нас еще три минуты, еще три минуты могу поговорить, рекламы. Мне кажется, удачная метафора, когда человек приходит к стоматологу, да, и у него болит зуб, о каких границах может идти речь, да, если он вот не откроет свой рот, ему врач не поможет. И мне кажется, когда человек приходит к психологу, вот в том состоянии, например, у меня вот аппендицит, да, помогите мне, даже если у вас нет стола и нет скальпеля под рукой, вы разрежьте, чем хотите и куда хотите положить, просто помогите. И мне кажется, вот здесь нельзя говорить о границах, насколько я права. То есть, мне кажется, не надо соблюдение границ вот в этой истории точно, со стороны психолога. Но вопрос сам по себе очень непростой, да, то, что вы сейчас сказали, потому что, с одной стороны, у нас есть регламенты естественной работы, да, мы должны соблюдать некие границы. Опять же, стереотипы, да, вот как нужно. Да, но тут, естественно, но тут самое главное в деятельности психолога, это когда момент установления контакта, да, и когда контакт установлен, вот тогда уже можно действительно выйти за рамки границ вот личности клиента, который хотел бы что-то для себя понять, да. И это всегда сотворчество, это всегда вот такой совместный труд вот этих обоих людей. А у нас же очень многие, как говорят, вот к психологу пришел, и люди хотят получить такой готовый ответ, да. Готовый ответ, вот какие вы рекомендации, не рекомендации даже, какие вы мне дадите советы. И вообще часто вот можно в средствах массовой информации увидеть, значит, советы психолога. То, что я вообще вот всегда к этому относилась вначале с опаской своей практики, а потом вот сейчас я достаточно, наверное, в таких вопросах категорично, потому что психолог никогда не дает прямых советов. Человек сам должен, по идее, искать ответы, а психолог в этот момент, вот почему он, наш центр называется центр, социально-психологический центр поддержки, поддержки, не помощи, да. Это он называется поддержки семье и молодежи. То есть мы поддерживаем на каком-то этапе. А дальше мы знаем, что у человека от природы столько сил, и он может очень много привести в порядок. При условии, что он поверит в себя, в свои собственные силы. Ну, поддержка – это тоже некая помощь. Можно же тоже так охарактеризовать. Да, потому что помощь является частью поддержки. Вот, вот так, если. То есть я просто хочу сказать, что психологическая работа, на самом деле, это же такая очень глубинная работа, и немногие доходят до этого. Да? Да, и здесь как раз, да, я согласна с вами, нужна поддержка специалиста. Мы еще сейчас перейдемся на короткую рекламу, слушатели и зрители, нас не теряйте, скоро вернемся. Дорогие друзья, мы снова в эфире. Вашему вниманию программа «Икус к сегодня» в нашей студии психолог Октябрина Туприна, заместитель директора по психологической работе Республиканского психологического центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Мы говорим о профессии психолог, о том, как помощь и поддержку психолога получить правильно, и вообще, как общаться с психологом. И мне хочется продолжить разговор про границы, но сначала я хочу напомнить телефоны прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66. По ним вы, слушатели и зрители, можете задать свои вопросы Октябрини Ксенофонтовне. Вот еще относительно границ. Мне кажется, что вы правильно заметили, что некоторые люди приходят к психологу, какой-то готовый совет получить. Еще есть категория людей, которая приходит к психологам, как к гадалкам или ясновидящим, которые им скажут то, что они хотят услышать. Мне кажется, человек уходит абсолютно довольный. То есть вот прям вот ему сказали, подтвердили его иллюзию. Я сама была не раз у таких психологов, которые мне просто говорили, у вас все чудесно, у вас все прекрасно, вообще все замечательно. Я вот как к какой-то эйфории уходила, абсолютно им верила. Написано, что это специалист. И идешь, и потом думаешь, ну действительно, вообще у меня все прекрасно. На самом деле вообще не прекрасно. И вообще все не очень хорошо. Потом мне еще хотелось затронуть тему вранье. Вот вранье психологии. Сейчас об этом чаще говорят, потому что вот, например, открываешь тот же Инстаграм или там любую социальную сеть. И вот идут вот эти вот тренинги, да, заманухи, что чтобы стать там настоящей женщиной, нужно что-то, что-то там, тем-то дышать, этим смотреть и так далее. И там практически там за пять дней ты вообще постигнешь все вообще законы вселенной, да. Насколько это работает? Потому что уже к этому невозможно относиться без сатиры. Да, ну все верно, то, что вы говорите. К сожалению, существует, естественно, сейчас, ну если исходить из того, что происходит у нас в обществе, поскольку все пытаются сейчас заработать деньги, очень многие почему-то думают, что на психологических услугах можно быстро и хорошо заработать, да? В принципе, можно. Можно. Но хочу сказать, что это очень опасный путь, потому что сколько вот на моей памяти было психологов, которые так работали, но потом они очень здорово дискредитировали свое имя, да. И могу сказать, что вот такая, так называемая, ну вот считается популярная психология, да, есть так называемая популярная психология, но можно, наверное, сказать, что существует и доказательная психология. И вот как доказательная медицина, да. И хочу сказать, что тут вот как раз думающий человек, он же понимает, что в этой жизни не может быть, чтобы все было хорошо сразу. И вот ты пришел на одну консультацию, ты получил там какую-то хорошую оценку, тебя погладили, все хорошо. Ты как ребенок ушел в состояние эйфории. Я же хорошая девочка, хороший мальчик, да. В реальной жизни психологические причины трудностей, они всегда имеют, во-первых, несколько первопричин, и первопричины всегда бывают глубины. И поэтому такая работа по определению не может быть легкой и эйфорийной. Но правда бывают такие случаи, когда вот придет клиент, и ты, поработав с ним, понимаешь, что у этого человека достаточно внутренних ресурсов для того, чтобы он может это все решить. Единственное, он не должен следовать легкому пути, стереотипному пути, который нам общество навязывает. Или, скажем, сейчас очень развивается так называемый коучинг. Все стали тренерами и учат, как жить. Но все зависит, как мне кажется, от уровня потребностей человека и от того, насколько он ответственно относится к себе. Мы не должны забывать, что в нашем обществе все-таки потребительское отношение к специалистам достаточно высокое. Вот, допустим, это так же, как вот к здоровью. Говорят, вот я был у врача, врач такой плохой, мне сказал заниматься этим-то и этим, и никакого лечения мне не назначил. Это означает, что врач вам сказал, что вы должны заниматься своим организмом, что, возможно, вы там ведете не совсем правильный образ жизни. Примерно то же самое у психологов. Потому что если у вас, допустим, есть проблемы с родителями, вот, допустим, я возьму типичную ситуацию тех, кто к нам обращается, взрослеющий ребенок, и у него есть жалобы на родителей, которые как бы перестали его понимать и стали больше требовать, чаще всего это бывает связано с тем, что родители, увидев, что они очень много дали своему ребенку, может быть, даже перешли границы и разбаловали своего ребенка, пытаются требовать. Но поскольку они не умеют это делать грамотно, чаще всего они начинают требовать истерично. Это в нашей культуре, к сожалению, довольно распространенный подход. Начинают кричать или там давить, да. И, естественно, возникает... И все теперь грамотные, и все говорят, это абьюз, это то-то, это... Ну, то есть я, мой родитель-насильник. Да, и он эмоциональное насилие. Но это не история про то, что родители в этот момент сам становятся ребенком, а на ребенка контрпереносит своего родителя. Да, и вот чаще всего так бывает от того, что родитель сам еще, может быть, психологически не совсем взрослый человек, но он этого не знает. По возрасту он взрослый. Он родил ребенка, он его воспитывает, он его растит так, как он умеет. Как растили его. Да, и чаще всего воспроизводят ту модель, которая закрепляется у нас примерно с момента рождения до 5-7 лет. Там у нас есть такое понятие, как базовые конфликты. И если у людей эти базовые конфликты не разрешены, то он будет воспроизводить ту самую негативную модель, которая была в его семье. И за счет этого возникает очень большой дисбаланс. Но сейчас я заметила, что часто обращаются родители, говорят, поработайте с моим ребенком. Я вообще считаю, что с ребенком до 15 лет, когда родитель хочет обратиться, чтобы мы работали с ребенком, по идее должен подойти сам родитель. Потому что до 15 лет ребенок очень сильно эмоционально все равно зависит от своего родителя. И это все равно период активного воспитания ребенка. И поэтому тут важно, чтобы родители пришли сами. И часто бывает, что, допустим, мы часто слышим еще от педагогов, учителей, которые говорят, что сейчас стало очень трудно работать, потому что все хотят идеального и хорошего. И чтобы все быстро, очень хорошо решалось. Если это так, то чаще всего это говорит о том, что родитель сам пока еще в психологическом смысле инфантильный. Ну, это как с диетами. Кто-то хочет быстро. Потом самое интересное, насколько этот эффект закрепляется. В психологии тоже можно. Есть какие-то такие методы, которые быстро помогают решить проблему. Мне интересно, сколько это может быть долгоиграющим. У нас есть вопрос нашего слушателя или зрителя. Алло, здравствуйте. Алло, еще раз добрый день. Вы затронули тему переходного возраста подростков, да? Как-то. И это... И это... Такое... Замечено такое вот... У израильян, то есть у евреев, нет такой проблемы, так как они с пяти лет изучают Библию, своим преподавателем, своим детям изучают, знакомят Библию и по священному Писанию воспитывают своих детей. Ну, страхи Господни. То есть что... Надо вот... Нужно слушать Бога, надо повиноваться Богу и так далее. И вот из этого... Здесь, да, наверное, нам пытается сказать наш слушатель или зритель о том, что, в общем-то, психологию можно заменить религией. Насколько это успешно? Для кого-то, да? Ну, что я хочу сказать. Психология же, как наука, стала развиваться в 19 веке, да? А религия, она... Ну, как говорит история человечества, она с появлением человека, собственно говоря, и стала появляться. Существуют разные виды религии. И я вообще считаю, что вот отношусь сама к тем людям, которые считают, что религия это всё-таки такой культурный, некий культурный код, который нам помогает в этой жизни жить. Но при этом всё-таки психология, как наука, она... Ведь сейчас, особенно последние годы, вот очень много о физике, например, говорят, что соединение науки и религии, да? Если вот с этой точки зрения смотреть на развитие психологии, я не думаю, что эти вещи противоречат друг другу, да? Но при этом я не отношусь к ортодоксально верующим людям и считаю, что всё-таки ортодоксальная религия, она во многих вещах очень категорична, да? И мне кажется, особенно вот нынешнем, современном, очень агрессивном информационном мире людей просто так таким вещам не убедить. Почему, собственно говоря, повышается сейчас очень много обращений, вот буквально перед приходом сюда, когда я готовилась, я у специалистов нашего, одного из отделов, выспрашивала, каких обращений больше, и у нас идут очень много обращений со стороны подростков, это упадок сил, это такое кризисное состояние. Чаще всего это бывает из-за того, что, ну, это всегда показатель того, что человек должен измениться, да? А куда меняться? Многие же молодые люди не знают, потому что в семьях не принято разговаривать. На самом деле, надо, мне кажется, именно сейчас мы проживаем такой интересный период в жизни семьи, когда эмоциональная близость, вот установление эмоциональной близости является очень важным аспектом профилактики всех негативных явлений. То есть, это не означает, родители все время боятся ошибаться. Если вы вдруг начали ругаться, вы, значит, это не означает, что вы должны испугаться этого. Это означает, вам надо понять, почему вы ругаетесь, причину понять, да? И если каждый это, вот, допустим, если люди не могут активно друг другом прямо вот открыто говорить, то это же можно проработать по отдельности, а потом найти возможность все равно обсуждать. Да, мне кажется, очень хорошо, и уже не первый раз показывают слайды с телефонами вашего центра. Сейчас еще время такое у нас, да, где мы переходим на онлайн, вот такой формат, да, и можно позвонить в ваш центр и получить консультацию. Да, у нас есть телефон доверия, кстати, вот формат телефона доверия, да, я думаю, что... У нас минута остается, мне говорят, я думала, до пяти часов, не до пяти, нет, минута. Вы назовите, пожалуйста, телефон еще раз тогда. 8800-100-3550 это республиканский телефон доверия, и существует детский телефон доверия 8800-200-122. Вот как раз на экране, я думаю, слушатели перепишут, и спасибо вам большое, Октябрина Ксенафонтовна, за интересную беседу, для меня было познавательно, и слушателям, и зрителям нашим спасибо за внимание, всем хорошего дня, и знакомьтесь с собой чаще, каждый день. Спасибо, что пригласили, до свидания всем. Спасибо.